Активное наблюдение Все мы знаем стратификацию риска по Домико, он делится на низкий промежуточный высокий, нас в первую очередь интересует низкий риск, это уровень ПСА менее 10 нанограмм на миллилитр, индекс глиссона менее 7, айсуб градация 1 и клинический Т1, Т2А. Также есть группы риска, опубликованные на сайте Русска, где в дополнение добавлен очень низкий риск, вы видите на ваших экранах критерии очень низкого риска. Здесь стоит отметить, что дополнительно появляется показатель, что позитивные биопсийные столбцы должны быть 3 и менее и содержать менее 50% опухоли в каждом столбце. И плотность ПСА должна быть менее 15 сотых, рассчитанная как соотношение общего уровня ПСА к объему предстательной железы по результатам трузи. Пациентам раком предстательной железы низкого риска мы можем предложить как активное наблюдение или выжидательную тактику, иначе другими словами динамическое наблюдение, хирургическое лечение и радиотерапевтическое лечение. Цель моего доклада является активное наблюдение, поэтому я расскажу несколько про эту тему. В 2020 году было опубликовано ретроспективное исследование, основным выводом которого было, что активное наблюдение является безопасной стратегией. В этом исследовании было включено более 2000 пациентов, преобладал пациент из клинических Т1С, и были рассчитаны общая десятилетняя выживаемость, канцероспецифическая выживаемость, которую вы видите на ваших экранах. Каждый пятый пациент в процессе этого наблюдения получил лечение. Но и стоит отметить, что один из выводов в этом исследовании было, что вероятность отсутствия лечения через 15 лет более чем в 50% случаев. То есть этим пациентам не нужно проводить какое-то лечение. Они могут наблюдаться на протяжении 15 лет. В 2023 году было опубликовано также ретроспективное исследование, в котором сравнивалось активное наблюдение и начальное лечение. Начальное лечение подразумевало как хирургии, так и радиотерапии, фактическое лечение. В обеих группах было исследование, включена достаточно большая группа пациентов с медианой наблюдения более 10 лет в начальном лечении и приближалось медианное наблюдение к активному наблюдению тоже к 10 годам. Сравнивалось общая выживаемость ПСА, безрецидивная выживаемость, выживаемость без прогрессирования. И стоит отметить, что в группе активного наблюдения показатели сопоставимы с начальным лечением. И получается, этим пациентам в течение 15 лет не требуется лечение, они могут наблюдаться. А это, в свою очередь, позволяет уменьшить количество хирургии в данной группе пациентов, пациентам низкого риска. На этом слайде я постараюсь остановиться чуть подольше и прокомментирую его. Прежде чем говорить об активном наблюдении, мы должны четко понимать диагностику рака предстательной железы. В первую очередь нужно проводить мультипараметрическое МРТ перед планируемой биопсией и оценить ее по шкале ПАИРАЦ. Таким образом, в вашем учреждении должны быть квалифицированные врачи лучевой диагностики, которые могут дать вам четкую характеристику по ПАИРАЦ. Далее должна быть выполнена качественная биопсия предстательной железы. Это систематическая биопсия и должен быть адекватный забор материала. Это не менее 6 столбиков с каждой долей предстательной железы. Не по 3, не по 4, не по 5. И далее, конечно, должен оценить этот врач-патоморфолог экспертного уровня, который каждый день сталкивается с этой проблемой, который занимается этой проблемой. И на основе его заключений дается характеристика этих пациентов. И онкорологу, конечно, проще принимать решение в пользу активного наблюдения. Конечно, это должно обсуждаться совместно с пациентом. И, конечно, активное наблюдение должен проводить именно онкоролог, не онколог в поликлинике, а специалист, который занимается вопросами онкорологических проблем. Какие критерии включения в активное наблюдение? Это пациенты группы низкого и очень низкого риска, у которых ожидаемая продолжительность жизни более 10 лет. То есть это те пациенты, у которых коморбидный фонд отсутствует, которые достаточно ведут активный образ жизни, которые в ближайшие 10 лет, так скажем, по сопутствующим патологиям, не имеют проблем. Сознанный выбор в пользу активного наблюдения, тоже прокомментирую, остановлюсь на этом, что это пациенты, достаточно ведущие активный образ жизни, у которых сохранена половая функция, которые обеспокоены тем, что после радикального лечения их половая функция может ухудшиться. И основной момент – это именно ухудшение качества жизни. И один из вторых моментов, который также присутствует в этой проблеме – это удержание мочи. Некоторые пациенты обеспокоены тем, что удержание мочи после радикального лечения может быть хуже. Если у этих пациентов нет проблем с инфравизикальной обструкцией, то они могут также подходить под эту категорию в пользу активного наблюдения. Ну и, конечно, отсутствие интродуктальной карциномы. То есть наличие внутрепротокового компонента сам по себе уже не подразумевает активное наблюдение. Этих пациентов нужно лечить. И, на мой взгляд, предпочтительно хирургическое лечение этих пациентов. Какой алгоритм активного наблюдения? Мы понимаем, что нет пока данных о том, что есть единый алгоритм активного наблюдения. На экране я постарался отобразить усредненные критерии, которые необходимы нам каждому проведению активного наблюдения. Это контроль уровня ПСА каждые 6 месяцев. Это ежегодный осмотр онкурологом, включающий пальцевое и ректальное исследование. Должно выполняться мультипараметрическое МРТ малого таза не реже одного раза в год. Повторная биопсия. Здесь тоже можем обсуждать достаточно долго. Усредненный интервал – это где-то 1,5-2 года. Потому что есть разные данные о том, что можно проводить биопсию ежегодно. Но, на мой взгляд, это достаточно проблематично. Пациенты понимают, что возможны риски осложнений от биопсии. Частота этих биопсий может привести к тому, что эти пациенты могут просто отказаться от активного наблюдения и перейти в пользу именно хирургического лечения или радиотерапевтического. Ну и нужна комбинированная биопсия предстательной железы при пайрос категории 3 и выше. То есть нужно выполнять фьюжн-биопсию и систематическую биопсию этим пациентам. И если вы понимаете, что возможно проведение хирургического лечения, если так или иначе пациент настроен на хирургию или на лучевую терапию, то перед планируемым лечением нужно проводить повторную биопсию предстательной железы. Может измениться тактика лечения по результатам этой биопсии. Когда переходить на радикальное лечение? Здесь основных два момента. То есть это если есть прогрессирование по результатам биопсии предстательной железы, тогда когда мы получаем более трех положительных биоптатов, когда есть повышение градации с глиссона 6 на 7, 8, 9, если есть поражение более трех биоптатов и также наличие внутрипротокового компонента и отказ пациента от активного наблюдения. Ни рост ПСА, ни изменение на МРТ не являются показанием для радикального лечения. Остановлюсь тоже на этом. И какие мы имеем выводы? Что активное наблюдение может быть рекомендовано пациентам группы низкого и очень низкого риска, мы понимаем, что по данным литературы общая выживаемость ПСА, безрецидивная выживаемость, канцерспецифическая выживаемость, они сопоставимы при активном наблюдении с радикальным лечением. И принятие решения на радикальном лечении должно основываться на результатах биопсии или желании пациента. Благодарю за внимание.